Мы очень рады вас видеть на этот раз в Петербурге. У нас сегодня ещё нужное и приятное мероприятие с нашими коллегами по интеграционным объединениям. Совсем недавно, 8 декабря, мы отметили 20-летие подписания союзного договора. И хочу сразу отметить, что, несмотря на то, что многое, мы с вами это констатирули, не сделано в рамках этого договора, но всё-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные. Мы, когда начинали этот процесс, у нас товарооборот был 9 миллиардов долларов, сейчас он 35,5. Это вот такой зримый результат, но, кроме этого, есть вопросы, которые мы решили в социальных сферах. И, наконец, опыт, который мы приобрели между двумя государствами в рамках этого строительства, межгосударственно широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и Евразия. Так что это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнёров. Знаю, что наши коллеги активно работали после нашей предыдущей встречи. Мы очень рады вас видеть для того, чтобы эту дискуссию продолжить. Сделано немало. Причем-то мы не всегда и не всё говорим, что сделано. Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей, это правда. Мы очень многое сделали в экономике, вы назвали главную цифру, которая заключается в товарообороте. Но мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб. Они очень в контакте работают. Мы всегда констатировали, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам. У нас единая граница, у нас единая таможня, в данном случае на Западе. 110 миллионов тонн груза перемещается сегодня с востока на запад, с запада на восток, через Белоруссию. Это работает единая таможня, единая граница, единая противовоздушная оборона, единая группировка вооружённых сил, созданная Россией и Белоруссией на западном направлении. Никаких проблем у России нет для полёта над Белоруссией. Мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами вопросов с россиянами по поводу перевозок авиатранспорта. Наши аэропорты работают очень эффективно. И даже с нашими областями работают неплохо. Более того, наша компания «Беларусьнефть», я уже говорил, вернулась на работу в России и уже не только оказывает сервисные услуги компаниям, не только реанимирует старые месторождения, она уже добывает нефть в Российской Федерации в содружестве с другими компаниями. То есть колоссальный прогресс и в экономике, если говорить о людях. Сегодня Беларусь покупает у вас не только сырьё, но и комплектующие. И на предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья на 4, представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот, так называемый, и совместную производственную кооперацию. Поэтому, в принципе, с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора. Если и мы не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы не разбежались, как это есть, допустим, у России, с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтика или там с Украины. Это тоже достижение того, что нами сделано за последние годы. Но, вы правильно сказали, есть над чем работать. Спасибо. Спасибо.